Сорю, небесный, утешителю души истины, Иже бездет сын и вся исполняй, Сотровище плавим и жизни полнателю, Приедини и селися в нын, И очистены во всякой от смерти, И спаси блажен души истины, Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на передаче «Дорога к храму». Я ее ведущий, священник Михаил Попов. В начале нашей передачи по обычаю рубрика «Новости видновского благочиния». 7 января христианский мир отметил один из главных праздников – Рождество Христово. Накануне сотни верующих собрались в Георгиевском храме города Видное, Чтобы встретить сочельник с молитвой. 6 января у православных христиан сочельник одного из главных праздников – Рождество Христово. Верующие собираются дома целыми семьями за праздничными столами, Радуются рождению Спасителя и ходят в церковь. Звезда зашла в Афилеемское. Всему миру оповестили о пришествии Христа нашего Спасителя. Несмотря на то, что Иисус Христос родился в Южной стране, Для жителей средней полосы сочельник традиционно ассоциируется с морозами и снежными сугробами. В этом году все соответствовало представлению о сказочной ночи перед Рождеством. Георгиевский храм был переполнен, но люди все равно продолжали идти, Чтобы поклониться богомладенцу и помолиться. Блесвященные митрополиты, архиепископы и епископы, Бессвященнический и монашеский чин, и притча церковной, Богом хранимую и великую страну нашу российскую, Власти и воинства и я, благотворителей, благоукрасителей, Жертвователей святого храма сего, Да поминет Господь Бог во царстве своем. Это как бы обновление. Мы всегда выросли так вот в христианской семье, Стараемся придерживаться праздников. Особенно радостным сочельник стал для тех верующих, Которые придерживались сорокадневного поста. Учитывая, что Новый год вся страна отмечала во время последних дней поста, Это поистине героические люди. Как православные христиане наши предки, в общем-то, отмечали, Так следует и нам, наверное. Отмечать Новый год не 31 числа, а как по старому стилю 13 января. 13 на 14. Так будет, наверное, правильней. Служба продолжилась до поздней ночи, А после верующие разошлись по домам, Чтобы в кругу семьи отметить рождение Христа. Юлия Погосьян, Евгений Петров, Анасасия Нурхонова, Видное ТВ. Православные верующие отмечают крещение Господне. Тысячи храмов по всей России открыли свои двери накануне, В крещенский сочельник. А после народ отправился к обустроенным купелям, Каковых только в нашем районе насчитывается более десятка. Верующие радовались возможности окунуться в воду, Которую в эту ночь становятся святой. Наша съемочная группа увидела и торжественную службу, И народные купания своими глазами. Крещенский сочельник. Опуская в воду крест, батюшка освящает воду. Теперь православные христиане могут совершить таинство крещенского омовения. Крещение Господне или Богоявление – один из самых важных праздников. Православная церковь начинает отмечать его в ночь с 18-19 января. В Видновском храме Александра Невского в эту священную ночь состоялось торжественное богослужение, где собралось много верующих. Те, кто соблюдал все традиции крещенского сочельника, постился в течение дня. И те, кто просто хотел очистить душу. Сегодня я покрестил одного раба Божия. Он принял свое крещение в крещенской купеле. Все радостные, здоровье. Дай Бог всем. Никто никогда не болеет, когда окунается. Ну и получает очень большой заряд сил, прилив энергии, божественной благодати. И потом сохраняет эту благодать на весь год. Верующим в наших краях приходится нелегко. Окунаться в воду при температуре воздуха около минус 15 сможет не каждый. Может поэтому к таинству купания в средней полосе подходит настолько трепетно. Ведь ледяная крещенская вода, как считают люди, не только очищает душу, но и способствует улучшению здоровья. Я готовился долго. Не просто так приехал, нырнул и все. Настроился в первый раз духовно, морально, физически. И вот все, теперь сейчас езжу. Если ты веришь в Богу, то все будет хорошо. Выходишь и... Совсем другое ощущение уже. Совсем другое ощущение. Такое ощущение, как будто очищенный человек вышел. Как будто рожденный вот с данного. У тех, кто окунается не первый год, уже сложились свои традиции купания. Халат, тапочки и полотенце обязательно. Как согреваться? Чаечек там дают. Все хорошо здесь. Все здорово. Вот уже несколько лет подряд купание проходит под пристальным вниманиях различных служб. Ведь обеспечить места у проруби – главная задача. Устанавливается купель, удобный спуск, места для приодевания. Ну и как же без горячего чая? Для купальщиков оборудованы купели, сходни, с входом-выходом, с поручнями. Работает пожарный караул, спасатели, водолазы. После купания людей переполняют эмоции и восторг. Это как начать с учтистого листа. По отзывам смельчаков – вода вовсе не холодная. Здесь главный – внутренний настрой. С праздником вас! Расскажите, пожалуйста, как впечатления? Замечательно. Холодно. Не второй. Какие ощущения? Ну, классно. Супер. Дети, в полотенце. Очень здорово, вы знаете. Вы делали это первый раз? Нет, третий уже. Отлично! Чемпионы! В купании главное – светлый разум. Если по каким-либо причинам окунаться вам противопоказано, не рискуйте. Главное на крещение – сходите в храм и принесите домой святой воды. Диана Гаврилова, Анастасия Нурхонова, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Услышать профессиональные оперные голоса, видно, возможно. При этом абсолютно бесплатно. Богородица Рождественский храм села Тарычева представляет уже не первый год на площадке историко-культурного центра большую концертную программу с участием профессиональных певцов. Съемочная группа телекомпания «Видное ТВ» побывала на выступлении. Все подробности в нашем сюжете. Идет репетиционный процесс. Заведующая вокальным отделом школы имени Лемешева Марина Коновалова привезла в «Видное столице» молодых певцов. Сама солистка театра Прокофьева и Международного оперного фестиваля в Польше Марина Николаевна своих воспитанников показывает по всему миру. Ребята-лауреаты международных конкурсов, их с нетерпением ждут во многих странах мира. Сейчас у нас через неделю поездка в Эстонию. Перед тем, как спеть с оркестром в Таллине, Ария Ленского, Онегина и сцену поединка из легендарной оперы Петра Чайковского показывают в нашем историко-культурном центре. Сегодня видновчане увидят замечательные арии Ленского или арии Онегина из оперы Евгения Онегина. Потому что не все видновчане могут попасть в Большой театр или еще какой-то театр, где можно услышать эти замечательные оперы. Вот здесь вот есть возможность, причем бесплатно. Визит таких голосов к нам в Подмосковье не впервые. Дьякон Владимир и сам ученик Марины Коноваловой. Приглашают педагога и коллег по сцене на ежегодные концерты зимней вечера, которые Богородица Рождественский храм села Тарычева устраивает совместно с ЭКЦ. Уже традиционно, по случаю январских рождественских праздников. По правде говоря, выступления настолько хороши, что зал уже не вмещает всех желающих послушать профессиональных певцов. Если историко-культурный центр не будет вмещать всех присутствующих, конечно же, будем работать над тем, чтобы, может быть, в будущем собираться в более больших аудиториях. Надо напомнить, что оперные выступления и встречи со зрителями в историко-культурном центре Видного проходит с 2007 года. Концерты анонсируются и всегда бесплатно. Акустически это великолепный зал. Хорошо, чтобы вы не загромождали, потому что звук идет на живую. Видно, что светские мероприятия и торжества по случаю православных праздников находят и общего зрителя, и общую программу выступлений. Формат достойного уровня и явно полюбился зрителям-видновчанам. Татьяна Гребенецкая, Алексей Ильин, Анастасия Нархонова, Видное ТВ. Дорогие телезрители, в нашей постоянной рубрике «Из первых уст» сегодня гость, клирик Александра Невского храма, дьякон Георгий Болановский. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие зрители. 14 марта православные христиане отмечают праздник День Православной Книги. Не могли бы вы более подробно рассказать об этом празднике? 25 декабря 2009 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято решение учредить ежегодный День Православной Книги. Этот праздник приурочен к замечательному событию в истории нашего Отечества. Именно в этот день, 14 марта 1564 года, по повелению царя Ивана Грозного, дьяконам Иваном Федоровым и его помощникам Петром Стеславцем, была издана первая печатная книга на Руси, которая называлась «Апостол». Подлинники в Трои Сергея Лавры находятся в археологическом кабинете. Да, все верно. Каждый желающий может посетить Трои Сергея Лавры и увидеть эти подлинники. Необходимо сказать, что это произведение по своему составу во многом новаторское. Иван Федоров попытался освободить язык книги от архаизмов, также от неславянских выражений и оборотов. Также необходимо сказать, что текст книги был выложен систематично и очень обдуманно. Поэтому можно сказать, что вот этот апостол зародил некий принцип по составлению и печатанию книг, которым потом уже в дальнейшем использовали все книгопечатники. Но всем известно, что до появления первого печатного станка человеку, чтобы воспользоваться письменным источником, необходимо было много писать. И вот зачастую по причине человеческого фактора при переписывании книг, во-первых, терялось количество, потому что нет было возможности много переписать. И, что самое главное, терялось качество. И поэтому не было столько книг, сколько это было необходимо народу. не было столько, сколько в этом была живая потребность. И вот западноевропейское открытие, именно печатный станок, и у нас на Руси впервые воспользовался именно диакон Иван Федоров. Хотелось бы сказать, что День православной книги очень удивительным и естественным образом вошел в церковно-общественную жизнь нашего народа. Организаторы часто отмечают, что людям, которые, может быть, напрямую или косвенно относятся к литературному творчеству и к самой книге, этот праздник дарит большую радость. И, что самое главное, дарит, они чувствуют молитвенную поддержку, о чем призывал Святейший Патриарх на заседании Издательского Совета Русской Православной Церкви еще в ноябре 2009 года. Что есть вообще церковный праздник, как не общая радость и общие молитвы? Отец Георгий, вот в 2016 году, нынешнем году, мы будем седьмой раз отмечать этот праздник. Не могли бы Вы рассказать, как сейчас православные люди отмечают его? Хотелось бы в первую очередь отметить, что инициатива Святейшего по поводу возникновения данного праздника нашла очень большую поддержку в нашем обществе. С первых лет проведения Дня православной книги в организации его участвовало очень много желающих. И никогда за все это время у нас не было отсутствия какой-либо помощи или поддержки, или не было малой заинтересованности среди народа, что говорит о большой актуальности этого праздника. Данное мероприятие проходит в рамках концепции, которое было принято издательским советом. Очень много круг мероприятий, очень широк и разнообразен. Это и круглые стеры и конференции, книжные выставки и ярмарки, творческие вечера с писателями, концерты духовной музыки. Также это организации по сбору и распределению православной литературы среди общеобразовательных учреждениях. В нашем благочине проводится. Я сам был участник, в дошкольных учебных учреждениях бывали, и привозил книги, взял «Евангелие», «Апостол» и «Металлическое оправе в кожаном». Конечно, большой трепет вызвало и у детей, и самое главное интересное, что и у взрослых, и у заведующих детских садов, и у воспитателей, потому что очень благодарили. Такие книги они на близком расстоянии никогда не видели. Это очень частая и добрая практика именно в рамках этих мероприятий, которые проводятся. Также, если говорить уже о мероприятиях, хотелось бы еще также сказать о доброй традиции, которая сложилась за последние несколько лет. Святейший Патриарх каждый год в этот праздник встречается с учащимися общеобразовательных школ города Москвы в зале церковных соборов. Это известно, всегда. Видеоконференции показывают по телевидению. Это каждый год уже традиция. Это очень замечательно, потому что проходит живое общение, между предстоятелем церкви и детьми, которые являются будущим нашего народа, нашей церкви. И также хотелось бы отметить, что география проводимых мероприятий очень большая. Это практически все субъекты Российской Федерации. Епархии Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана. Ну, все постсоветское пространство, правильно? Да, все постсоветское пространство, в котором присутствует наша церковь, в котором присутствует наш народ. Ну, надо еще, наверное, тоже как бы напомнить, что много наших соотечественников проживает за границей. А там как обстоит дело? Да, все верно. И организаторы Дня православной книги не забывают о наших соотечественниках, и также далеко за пределами нашей страны, для нашего народа организовывают те мероприятия, о которых я сейчас сказал. То есть мы о них не забываем, и о них всегда помним. И для них, на самом деле, для наших соотечественников это очень приятно видеть и очень приятно вспомнить о нашей культуре, о нашей богатой культуре и о нашей православной литературе. День православной книги представляет не просто дату в календаре, церковном, общественном, но дает уникальную возможность для культурно-просветительской программы. Отец Георгий, каковы перспективы этого праздника и станет ли он когда-нибудь общенародным? У этого праздника довольно большие перспективы, так как мы видим, что он живо откликается в сердцах наших сограждан, что говорит о его большой востребованности. Возвращение народу культурных традиций, ценностей, того богатого духовного наследия, которое присутствует в культуре, нашего народа, вот это и есть те задачи, которые необходимо решить вот этому нашему празднику. И если каждый человек придет к осознанию того, что его мысли определяют его поступки, его жизнь, а значит и его будущее, то тогда День православной книги станет поистине общенародным праздником. Отец Георгий, спасибо за увлекательную беседу. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был клирик Александра Дневского храма, дьякон Георгий Балановский. Церковь Казанской иконы Божьей Матери появилась в селе Молоково 200 с лишним лет назад. По сути, тогда еще и Молоково не было. Село называлось Ирининское. Строительство связано с графской фамилией Орловых-Чесменских, которым в тот момент принадлежала вотчина. Каменный храм было решено построить рядом с деревянной сельской, так называемой «летней церковью». Величественный в строгих формах позднего классицизма храм за два столетия пережил многое, но сохранился до наших дней. Летнюю деревянную церковь апостола-евангелиста Яна Богослова не уберегли. Она сгорела без малого 40 лет назад, в конце 70-х годов. Сегодня в приходе строят еще два храма, но мы расскажем историю Молоковской Казанской церкви в нашей постоянной рубрике «История одного храма». Далекую войну 1812 года помнят эти стены. Не сохранилось ни одного живого свидетеля времен, когда с подмосковной земли прогнали француза. Храм Казанской иконы Божьей Матери, свидетель безмолвный. За два года до победы заложили первый камень. Когда его строили, он был освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери, потому что именно эта икона в войсках помогала. Благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы мы в этой войне тяжелой и трудной победили. Сегодня святой образ – центральная икона храма. Главная, но не единственная святыня. Через четверть века после строительства храм вырос двумя пределами. В честь великомученика Дмитрия Солонского и успения праведной Анны. Настоятель храма сегодня с радостью показывает нам образ Анны, привезенной из Иерусалима. И, скорее всего, праведная была покровительницей Анны Орловой, по заказу которой храм стоит и по сей день. Величественный, совсем не сельский, в формах позднего классицизма. Она была очень удивительным человеком. Жила в очень богатой семье, потому что граф Алексей Орлов-Чесменский был один из богатейших людей. Но мать ее рано умерла, она осталась одна с отцом. И отец тоже достаточно рано умер. И поэтому она осталась наследницей огромного, большого имения. Графиня была правил строгих. В свете показывалось, редко замуж не выходила. Образ жизни вела аскетичный, а как напоминание о своей жизни оставила на земле церкви, построенной на средства и своего состояния. Свидетельств о том, каким был храм до времен Лихолетия, почти не осталось. Но судить о богатом убранстве, которое в 1934 году было уничтожено, все ж можно. Мы можем увидеть, насколько тонко прописаны лики и увидеть, как был расписан весь храм. Если приглядимся, то можно увидеть даже тоненькие волоски, которые художник прописывал в бороде и в волосах. Фрески на задней стене трапезной чудом пережили бытность сельского клуба, склада и мастерской. По ним, по этим изображениям и восстанавливали всю нынешнюю роспись. Это так называемая Палихская школа. И эта же школа Палиха примерно в тот же период начала XIX века появляется на стенах грановитой палаты Кремля. История храма новейшая здесь же, на виду, на широком подоконнике. Расположилась музейная экспозиция. Фрагмент старого, не сохранившегося колокола. Церковная утварь из 90-х, сделанная из подручных материалов. Ключ, которым еще пару лет назад запирали и открывали центральную дверь храма. Вот этим ключом буквально недавно мы пользовались для того, чтобы открывать дверь. Сейчас двери поменяли, а раньше открывание двери происходило примерно так. В замочную скважину засовывался этот ключ, после чего в какой-то момент падала его часть и зацеплялась за засов. И вот путем движения туда, в ту или иную сторону, можно было этот засов открыть или, соответственно, закрыть. С 91-го года в Молоковском храме вновь совершаются все церковные таинства. В 2013-м храм полностью реставрировали и осветили. Он живет размеренным шагом, развивается и растет. Два года назад с Божьей помощью рядом с храмом появился приходской дом. Здесь у нас крестильный храм в честь священномучеников наших, отца Алексия и отца Василия. Крестильный храм, по сути, уникальный на планете. Великомучеников отца Алексия и отца Василия в Молокове чтут особенно. Они изображены на одной иконе, но можно лишь догадываться, были ли знакомы новомученики при жизни. Алексей Шаров родился и вырос в Молокове. Когда закончил духовную семинарию, был назначен Клинский район. Отец Василий несколькими годами позже приезжает в Молоково на службу в Казанский храм. Один здесь крестился сам, второй крестил в этом месте других. В феврале 1938-го и в октябре 1937-го обоих погребли в общей могиле на полигоне Бутова. Можно смело сказать, что крестильного храма в честь этих святых нет больше нигде. Здесь занимаются малыши, и мы для них немножко сделали повеселее комнату, чтобы можно было им тут с интересом изучать разные науки. Крестильный храм окружают классы воскресной школы. Разные науки, в том числе и закон Божий, здесь преподают детям, их около 30 человек, и взрослым, всем желающим прихожанам. Здесь же зал для занятий дзюдо и айкидо, где в свободное время играют малыши. В небогослужебная жизнь прихода этими стенами не ограничивается. Летом в велопробеге, зимой – настоящее ралли. Мы решили сделать такой ралли. Уже в этом году прошло четвертое семейное авторалли «Батя». Оно уже становится традиционным, уже многие привыкают, ждут следующего. Я надеюсь, с Божьей помощью в следующем году в январе будет пятое ралли «Батя». Название «Ралли», к слову, это название журнала, который выходит в приходе, посвящен отцовству, семье и стабильно занимает на всероссийских журналистских конкурсах призовые места. К счастью, тема отцовства не исчерпаема, а мест, куда можно отправиться на велосипеде или на автомобиле, паломнических, исторических ли, тоже неиссякаемое множество. Совсем скоро в приходе появятся еще два. Две большие масштабные стройки идут в наши дни в приходе. В деревне Месайлово у старого кладбища уже стоит церковь великомученика Дмитрия Солонского. Исторические сведения есть, что одноименная церковь здесь была, но еще до революции была разобрана. Сегодня в Месайлово основные строительные работы закончены, идут отделочные. Церковь, уже действующая, раз в неделю совершается молебен и панихида. А в селе Андреевское на берегу Москварики строится большой храм в честь апостола Андрея Первозванного. Уже до половины подняты стены. Сюда и из Казанской церкви, скорее всего, перенесут большую старинную икону Андрея Первозванного с частицей мощей апостола. Так свяжут навеки историю Молоковского храма с новым православным местом на земле Подмосковной. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Все ваши пожелания и вопросы вы можете отправлять к нам на адрес, который вы сейчас видите на экране. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами и благословение Божие будет на всех вас. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами и благословение Божие будет на всех вас. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами и благословение Божие будет на всех вас. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами и благословение Божие будет на всех вас.